всем привет у нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть в этот раз мы поговорим о новинке от компании Tamiya при этом модель выполнена в 12 масштабе она копирует мотоцикл из команды suzuki x-star это модель gsx rr 20 года и собственно сам мотоцикл довольно современный поэтому будет интересно рассмотреть как он скопирован в масштабе и здесь собственно уже финальный образец набора он был приобретен с вашей помощью при помощи ваших донатов и ничего собственно не поменяется вы получите ровно тот же самый контент который вы увидите в этой коробке будет интересно открыть его и рассмотреть что же идет внутри собственно сама упаковка здесь стандартная как вы можете видеть у нас очень красивый бокс-арт и набор у нас уже 139 серии мотоциклов от Tamiya при этом он обещает быть очень проработанным и вот еще кстати выпущен одновременно так называемый detail apps набор то есть с помощью него уже можно улучшить переднюю вилку улучшить глушитель и некоторые другие зоны то есть обзор будет на английском вот этого набора дополнений но сам вот этот пластиковый набор мы рассмотрим сегодня на русском и так как я уже сказал размер коробки стандартен для данного набора вот вы можете видеть сравнение с моей рукой здесь на одном из бортов у нас есть также такая небольшая схема которая показывает внутреннее строение мотоцикла собственно разумеется все внутри будет проработано но при этом вот есть еще и небольшая реклама вот этого detail app набора при этом еще также на бокс-арте намекает сама заставка или картинка то что у нас идет еще и подставка для мотоцикла что пригодится для демонстрации собранной модели здесь вот собственно мотоцикл показан уже с другой стороны и в наборе есть несколько вариантов сборки так как в команде suzuki x-star есть несколько мотоциклов собственно это все можно скопировать при помощи детали которые идут комплекте тем не менее я не сомневаюсь то что здесь будет еще и что-то другое в плане автор маркета поэтому остается только подождать если вы хотите более проработанную модель как вы заметили коробка с верхней загрузкой сейчас достану детали и мы начнем обзор собственно вот это вот инструмент этот пригодится для открытия всех пакетов потому что все закрыто на скрепке и здесь мы начинаем с белой рамки вы можете видеть то что у нас идут внешние панели при этом они отформованы очень аккуратно в принципе здесь даже не нужно будет особо заморачиваться по поводу швов потому что в мотоцикле все нужные детали вернее в наборе они отлиты цельными то есть здесь все то что можно было разделить оно разделено а при этом как вы можете видеть вот этот обтекатель в нем есть даже отверстия для воздуховодов и они собственно будут улучшены при помощи набора апгрейдов туда вставляется специальные травленные детали но и с другой стороны вы можете видеть вот эти крупные направляющие собственно как и другие наборы томии этот будет собираться при помощи полтов поэтому будьте готовы здесь не всегда нужно пользоваться клеем и поэтому нужно правильно еще и рассчитывать весь порядок сборки потому что на самом деле все не настолько просто как кажется хотя дизайн набора более-менее продуман и здесь нет такого то что вы собираете все сикость на кость скажем так и потом пытаетесь как-то это все склеить вместе далее у нас продолжается вот такая вот черная рамка причем на удивление две рамки было закрыто в один пакет здесь собственно из черного пластика у нас отлиты так скажем технические элементы и рама мотоцикла при этом выполнено все очень аккуратно обратите внимание то что глушитель будет собираться из нескольких деталей я не думаю то что это будет сложная задача при этом рама тоже проработана очень хорошо здесь у нас идет заднее крыло и сейчас мы приблизим к одному из углов рамки чтобы вы могли рассмотреть эти детали поближе ну и как я уже сказал в принципе глушитель смотрится неплохо если вы купите вот этот набор дополнения оригинально то туда еще добавится травление на глушитель иначе вам придется использовать стандартные пластиковые детали обратите внимание то что сварочные швы на раме тоже выглядит очень даже впечатляюще здесь вот есть у нас и детали для передней вилки кстати их нужно будет использовать даже с набором грейда то есть металлические детали будут добавлены между пластиковых будьте готовы к этому нюансу ну и здесь у нас идут детали для приборки в принципе ничего такого особенного нет я думаю догадываетесь то что дисплей будет скопирован декалью но как проработана рама мне очень нравится все небольшие нюансы скопированы и они должны быть заметны тем более здесь можно будет убрать внешние панели насколько я помню хотя бы переднюю поэтому нужно и даже скорее обязаны заморочиться с окраской и везерингом хотел сказать можно и нужно но вот вот получилось вот так здесь у нас идут детали для задней подвески есть также диски колесные есть также седло водителя крышка сцепления есть цепь и также ручки с рычагами в принципе тоже все проработано очень даже неплохо не забываем то что вы все это получаете в стандартной комплектации не нужно ничего докупать и как я уже сказал наверняка производители автор маркета здесь заморочатся и еще добавят кучу всего но это будет стоить как еще один набор мы все это прекрасно понимаем поэтому здесь уже выбор за вами если вы хотите поработать с оригинальным пластиком или же хотите еще добавить инвестировать так скажем проект и добавить проработки и также работы потому что такие детали будут требовать особого подхода здесь кстати вы можете обратить внимание то что правая ручка она отлита вместе с защитой так как и на настоящем мотоцикле честно говоря не обращал внимание на этот нюанс очень даже интересно нужно будет почитать более подробно почему так сделано может быть вы знаете пишите в комментариях разумеется здесь вот у нас идет на рама задней подвески есть также вот этот цепной привод крышка сцепления и некоторые детали для бака и для рамы в принципе опять же все довольно логично здесь нужно только все скрепить вместе и у вас получится очень даже интересный результат по поводу окраски опять повторюсь рекомендую продумать все заранее потому что вот здесь у нас сейчас будет другая рамка она полностью посвящена техническим скажем так запчастям мотоцикла здесь двигатель здесь передняя вилка здесь даже подставка под мотоцикл и вот это все нужно окрасить как-то одновременно чтобы потом не пытаться пролезть кистью в недоступные места сами понимаете что это не очень приятный процесс поэтому лучше заранее думать как и что должно быть окрашено здесь кстати вы можете видеть суппорта для тормозных дисков есть также передняя вилка но пластиковые детали конечно выглядят не так подробно как набор апгрейда из металла что касается двигателя то здесь все ровно наоборот в принципе мотор будет очень подробным поэтому рекомендую постараться еще и с окраской и везерингом хотя бы выделить панельные линии чтобы он смотрелся более-менее реалистично тормозные диски тоже более-менее неплохие остается только просверлить отверстие и будут аккуратные перфорированные диски принципе и то же самое можно сказать и о сцеплении но наверняка будут наборы дополнений которые улучшат само сцепление тем более она выставлена на показ что касается радиатора здесь тоже можно его улучшить травлением в оригинальном наборе дополнение идет как раз травление именно для этой зоны и она будет видно на готовой модели поэтому очень даже достойный апгрейд скажем так ну и вот собственно подставка это приятный бонус причем выполнено не хуже скажем так самого мотоцикла поэтому пригодится для демонстрации модели чтобы она не стояла наклонившись такая подставка как вы понимаете держит мотоцикл строго вертикально и мне это очень нравится будет более приятно показывать модель далее у нас идет вот это передняя передний обтекатель точнее хотел сказать передняя крышка тем не менее обтекатель у нас выполнен цельной деталью есть влитая проработка внутренняя расшивка клёпки все это на месте и при этом есть еще и специальные стыковочные элементы которые помогут все правильно состыковать здесь вот идет даже вот такой вот штуцер скажем так чтобы вставлять все правильные места в принципе сама деталь выполнена очень аккуратно и меня радует то что не нужно ее склеивать из двух половин все сразу цельное то же самое касается и вот этого вот бака как вы можете видеть это одна деталь причем есть даже влитой шильдик suzuki очень аккуратно выполнено мне нравится и такой подход упростит сборку модели далее у нас еще один пакет здесь идут уже различные дополнения для мотоцикла сейчас мы их рассмотрим поближе собственно начнем мы с вот этой вот проводки это виниловый шнур скажем так он пригодится для проработки тормозных шлангов на мотоцикле как никак они видны даже на настоящем мотоцикле далее у нас следует виниловые шины тоже такой типичный скажем так вариант разумеется стоит избавиться от шва посередине это все решается напильником и немного работы но на бортах шин никакой проработки нет далее у нас следует вот такой вот небольшой элитник со втулками это пластик резиновый какой-то такой и еще одного такая пружина черного цвета не забудьте что ее окрасить надо кстати вот здесь у нас очень много болтов как я уже говорил мотоцикл собирается на болтах все крупные узлы соединяются вместе вот эта отверточка пригодится далее у нас идет прозрачный элитник на нем у нас есть не только обтекатель но также есть еще и вот эти вот специальные противоскользящие подушки они пригодятся для одного из вариантов окраски так как другой использует совершенно другую конфигурации на баке ну и разумеется вот эти пластиковые колеса они пригодятся для подставки под мотоцикл как вы можете видеть они тоже более-менее аккуратно выполнены при этом у нас есть еще и тонкие скажем так питатели но масок для вот этих колес нет сразу говорю я что-то сейчас задумался то что в принципе могли бы маски включить чтобы проще все было окрашивать но придется постараться чтобы правильно все сделать опять же некоторые делают эти ролики прозрачными то есть вы можете просто окрасить шины оставить ролики сами центральную часть прозрачной это будет более-менее реалистично как на настоящих прототипах вот этих вот подставок скажем так далее у нас идут декали декали неизвестно где отпечатаны но в принципе качество неплохое есть все надписи есть даже вот эти вот линии для колесных дисков при этом надписи сразу разделены как нужно то есть не нужно будет их кромсать самому далее идет второй лист декалями здесь идут уже Более, скажем так, технические декали Как вы можете видеть, есть декали для приборной доски Различные надписи, контрольные Лампочки и вот эта вот Наклейка как раз для другой конфигурации Бака, как я уже говорил, она заменяет Те самые подушки на баке Вот это вот надписи для колес, на них должно быть Написано Michelin, но почему-то не особенно видно Маски у нас не нарезанные Но меня все равно радует то, что они идут В комплекте, они позволят получить Более-менее аккуратный результат окраски Здесь их нужно только аккуратно нарезать Острым ножом и получится как раз Очень полезное дополнение Иначе очень даже непросто Окрасить мотоцикл в правильный цвет Поэтому я только рад видеть Это в комплекте стандартном И его не нужно докупать Бонус, скажем так Далее у нас следуют Вот такие брошюры, первая это так называемая Background Information И внезапно она отпечатана в цвете Что очень даже пригодится Потому что здесь окраска такая интересная Что нужно будет внимательно копировать все элементы При этом обратите внимание на то, что можно скопировать 36, 42 и 50 номера Что в принципе заинтересует моделистов Тех, которые, скажем так, хотят скопировать Определенный вариант окраски Именно, например, 42 мотоцикл Здесь вот Tech Tips Это включается в любой набор томии Ну и собственно инструкция Она у нас черно-белая И на первой странице идут советы по сборке Также рекомендуются различные инструменты И я в принципе согласен То, что вот эти инструменты Это минимум для того, чтобы собрать подобную модель Кстати, вот здесь у нас идет correction Так называемый Что это такое? А, ясно Они написали то, что здесь Исправление по поводу деталей, которые можно заказывать Но и нас это не касается Как вы знаете, в Европе и в СНГ это не работает Сборка начинается с двигателя И в принципе вот здесь уже как раз вот то самое О чем я и говорил Нужно думать, как это все красить Как вы можете видеть Много частей окрашиваются в разные цвета Даже вот этот подрамник Он идет разделенный на несколько цветов И поэтому важно продумывать всю стратегию окраски Может быть даже маскировать это все как-то Или же прокрашивать перед тем, как собирать Обратите внимание на то, что много чего не склеивается Как я уже говорил Собирается при помощи болтов или шурупов Поэтому нужно будет тоже смотреть, что куда вставляется И не обязательно везде, скажем так, мазать клеем Далее мы собираем заднюю подвеску Как раз здесь пригодится эта металлическая пружина Как я уже говорил в наборе апгрейдов Там металлическая пружина сразу окрашена в нужный цвет оранжевый Здесь вам нужно будет это делать все самому Поэтому выбор за вами Но в принципе набор апгрейдов еще немного упростит жизнь В некотором плане, скажем так Далее мы собираем вот эту вот раму задней подвески В принципе она склеивается из двух половин Как и на настоящем мотоцикле ничего особенного нет Но при этом цепь нужно будет разрезать пополам Вставить сквозь раму И затем склеить обратно То есть будьте аккуратны с этим Чтобы все получилось более-менее опрятно И это избежать не получится Только если вы не купите Афтермаркет набор, который нужно будет собирать отдельные звенья Далее мы собираем колесные диски Это точнее заднее колесо Мы вставляем его уже на место Закрепляем при помощи опять шурупов Устанавливаем сверху крыло И проводим еще тормозную линию Которая как раз копируется тем виниловым шнуром И затем на 12 шаге Мы уже собираем подставку для задней подвески Очень такой интересный, скажем так, порядок сборки Но здесь уже выбор за вами Если вы хотите собрать сразу вот эту подставку То вперед Далее мы присоединяем заднюю подвеску к раме Опять же все закрепляется на шурупах Поэтому проверяйте крепление Чтобы все точно было надежно закреплено С другой стороны подобный дизайн позволяет Все окрасить и собрать отдельно И затем уже просто повставлять шурупы где нужно И закрепить надежно как финальный шаг Далее мы начинаем работу над сводами двигателя Здесь же прорабатываются и выхлопные трубы Еще раз напоминаю то, что вот эту сетку Можно заменить на травление Если вы купите набор апгрейдов И то же самое касается, кстати, радиатора Потому что решетка травления будет установлена на этот радиатор В принципе, как по мне, пластиковая деталь неплохо выглядит Что не скажешь о передней вилке Вот вилку бы я заменил точно на металлические детали Потому что позволит получить более реалистичную проработку Далее мы начинаем уже работу над передним колесом Опять не забудьте то, что нужно нанести еще и правильно декали И затем собираем вот это крыло для переднего колеса А также специальные защитные крышки для тормозных дисков Которые устанавливаются на этих спортивных мотоциклах И также, разумеется, устанавливаем тормозные диски Вернее, они уже на месте Затем мы продолжаем работу вот этой верхней частью вилки рулевой Устанавливаем все контрольные элементы Ручки, рычаги И также тормозные линии, которые будут тянуться от руля Устанавливаем задний обтекатель Который будет прямо за водителем Там причем определенная схема окраски Будьте аккуратны и внимательны Как правильно нужно, в каком порядке это все прорабатывать Далее мы следуем уже сборкой топливного бака И причем вот это все затем водружается на раму Опять же, обратите внимание на то, что некоторые детали должны оставаться черного цвета И нужно быть внимательным, чтобы они остались именно такого цвета И мне очень интересно, если можно это все делать параллельно То есть собирать деталь из окрашенных деталей, вернее, всю модель И затем все уже собирать постепенно Кстати, здесь вот вы можете видеть на баке несколько конфигураций Вместе с подушками или же вот этим специальным слоем наклейки на топливном баке Здесь уже выбор за вами Опять же, все будет зависеть, какую конфигурацию вы выберете Далее начинается сборка переднего обтекателя Здесь у нас отдельный передний спойлер Не забудьте его добавить Причем он опять окрашивается отдельно И опять нужно продумывать, как вы хотите его покрасить В принципе, я не совсем понимаю, почему боковые вот эти вот части спойлера У нас устанавливаются отдельно Но при этом обратите внимание на то, что в принципе его реально сделать снимаемым на модели И на этом у нас все, модель заканчивается Кстати, вот здесь меня заинтересовала вот эта вот часть Собственно, здесь расписывается, как нужно правильно наклеивать маски на обтекателе Поэтому тоже рекомендую отнестись внимательно, чтобы получился правильный разрез вот этих всех узоров на обтекателях Итак, модель получилась на удивление хорошая Я рекомендую всем фанатам мотоциклов, которые хотели бы собрать вот эту спортивную версию Suzuki Как обычно, вернее, не как обычно Благодарю вас за то, что помогли приобрести этот набор Ну и пишите свои комментарии вот здесь ниже Если видео понравилось, обязательно нажмите кнопку лайка Поделитесь с другом Ну и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно Спасибо за то, что присоединились сегодня Следите за обновлениями Будет еще больше видео Все, пока